8 мая в канун Дня Победы в отставку по собственному желанию отправлен вице-премьер Владислав Сурков. В правительстве он руководил аппаратом, курировал кадровую политику, СМИ, юстицию, взаимодействовал с судами и прокуратурой. В чем причина его ухода? Трудно сказать, ведь у нас, как и раньше, говорят одно, делают второе, а подразумевают третье. В эфире программы «Диалог». Здравствуйте! Отставки Суркова предшествовал разнос, устроенный Путином правительству в связи с невыполнением указов годичной давности, и скандал по вопросу о хищениях в Сколково. Но реально Всесилия Суркова закончилась гораздо раньше этой отставки, в декабре 2011 года, когда он был переведен из администрации президента в правительство. В администрации Сурков в течение 14 лет курировал внутреннюю политику. Среди его изобретений – суверенная демократия, кремлевские нашисты. Благодаря его кипучей деятельности главные телеканалы превращены в пропагандистскую машину власти, отменены выборы губернаторов, а парламентские выборы превратились в фарс. В чем истинные причины отставки Владислава Суркова? Не грозит ли вслед за Сурковым отставка и всему правительству Медведева? Помогут ли власти новые методы внутренней политики удержать ситуацию в стране под контролем? Об этом мы говорим с генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым. Валерий Александрович, когда вы услышали новость об отставке Владислава Суркова, это вас очень удивило? В общем, да. Для меня это было в какой-то степени неожиданностью, поскольку отставка такого человека, как Сурков, это не просто отставка вице-премьеры, руководителя аппарата правительства. Это уход от власти символа. По сути дела Сурков символ той системы власти, которая сложилась. Он ее, собственно говоря, складывал. Он был не только идеологом этой власти, но и был ее организатором и создателем значительной степени. Поэтому уход такого человека, конечно же, весьма, во-первых, неожиданно, поскольку, ну, по всяким заявлениям Владимира Путина, Дмитрия Медведева, они говорят, что власть крепка, страна тем более, и никаких угроз нет. А вот такой уход, он всегда вызывает сомнения в подобного рода утверждения. На ваш взгляд, в чем причина отставки Суркова именно сейчас? Ну, говорить о том, что его отставили из-за невыполнения каких-то указов, как иногда у нас пишут в средствах массовой информации, ну, это смешно. Кого у нас отправили в отставку за невыполнение своих функций? Никого. Отправляют в отставку, либо потому, что человек очень хочет уйти, либо по иным причинам, связанным с вопросами относительно его лояльности. И в этом смысле, конечно же, говорить о том, что он был отставлен, там ему предложили уйти, что вот указы там предвыборные президенты не выполнены, это, конечно, очень наивно. Я думаю, он ушел сам. Ушел только потому, что, видимо, его очень тяготит и та система власти, которую он создал, и то, как среагировал Следственный комитет относительно его интервью в Лондоне, неизвестного интервью, где он, в общем-то, подверг серьезной критике Следственный комитет и его действия. Поэтому вот этот уход, он во многом, в общем-то, остается еще без ответа, почему ушел, да? Я думаю, что все-таки он ушел только потому, одна из причин. Во-первых, устал и надоело, во-вторых, наверное, чувствует, что режим шатается. И вовремя уйти, это означает только одно, это просто спасти свое собственное имя, как политика. Наверное, он мог, в самом деле, устать и взыграть в нем эмоции, тем более, если верить тому, что заявление им было написано 26 апреля. Ну, наверное, и с другой стороны, ведь можно сказать тоже о том, что, как человек такой с обостренным чувством, а в этом его не откажешь, он мог почувствовать о том, что с правительством, не только с ним, но и с правительством, существуют определенные трудности, скажем, да, с оценкой работы правительства, стилем работы правительства и временем, в которое действует правительство Дмитрия Анатольевича Медведева, да? И, может быть, и так не захотел нести свою ответственность за то, что здесь не все в ладах, не все ладно, и, возможно, и достаточно скорая отставка действующего правительства. Вообще, это в стилистике вот еще советской власти, когда непонятно, почему человек ушел, что стало причиной, официально объявляется одно, на самом деле люди думают другое, эксперты говорят о третьем. Это вот закрытость нашей кадровой политики, объяснение истинных причин, лишний раз говорит о том, что с демократией у нас не все в ладах, что чиновники уходят не потому, что они плохо работают, а потому что либо он не удовлетворяет вышестоящие начальства по каким-то причинам, поссорились, слишком много воруют и не делятся, и такое бывает, вот, либо не очень лояльно, либо может создать конкуренцию. Официальной версией отставки Суркова стало его собственное заявление, полуофициальной, невыполнение правительством указов президента Владимира Путина, выполним ли в принципе предвыбор обещаний президента, не последует ли за увольнение Суркова отставка всего кабинета министров. Вроде правительство работает, старается, но нюансы не всякие. Если они постоянно работают в паре, Медведев и Путин, я думаю, что у них есть точки соприкосновения, и возможно, что это будет лучше для государства. Законы какие-то другие будут совершенно ненужные. Ну, если Путин будет ему помогать в этом и направлять, конечно, справится. Работал в правительстве, короче, и поэтому все он прошел, поэтому, думаю, справится. С моей точки зрения, Путин все-таки более грамотно управляет, чем Медведев. Думаю, до конца выборов Путина. Сурков занимал ключевой пост в правительстве Медведева. Он возглавлял аппарат этого правительства. И поэтому сейчас очень многие говорят, что это минус для правительства Медведева. И очень скоро и само это правительство поддаст в отставку. Я бы не связывал эти две вещи. Да, есть такая версия, что якобы Сурков человек Медведева, но он не человек Медведева, он не человек Путин. Он вполне самостоятельный политический фигура, каковых в нашей политике не так много. Можно по-разному относиться к Суркову, как к его действиям, к его системе власти, которую он выстраивал. Но говорить о том, что он чей-то человек, я бы просто не рискнул. Это будет несправедливо. Руководитель аппарата правительства – работа нетворческая. Это должен быть хороший организатор, жесткий контроль за исполнение всех указов, предписаний, распоряжений. Такой бюрократ в хорошем смысле. Бюрократ, да. Сурков я знаю уже не понаслышке о том, что он с этой работой неплохо справился, выстроил работу аппарата правительства соответствующим образом. Но то, что его уход – это первый шаг отставки правительства Медведева, это, мне кажется, вещи некоррелируемые. Медведева, если отправить в отставку, не потому, что ушел оттуда сурков. Потому что, либо, если Медведев начнет самостоятельную политическую игру, в чем я очень сомневаюсь, либо у нас будет такое аховое положение в экономике, что не отставить правительство Медведева Путину будет просто невозможным. Поживем-увидим, может, я ошибаюсь, но, по крайней мере, представляя примерно, как устроена наша система власти, каковы мотивы принятия кадровых решений, я думаю, что Медведеву ничего не угрожает. Могут быть отдельные отставки отдельных министров. Будем откровенны. Сильное правительство Владимиру Владимировичу Путину, как президенту, оно просто не нужно. Он сам управляет государством, но пока еще в ручном режиме. И сильные вице-премьеры, и сильный даже премьер, они просто не нужны, потому как управление сосредоточено управлением государством, и оперативное управление государством сосредоточено в руках администрации и президента. И такая схема очень удобна, и, может быть, даже представляется эффективной Владимиру Владимировичу Путину. Но есть вопрос в том, что мы очень-очень сложную полосу жизни вступили в Россию. Сейчас говорят о каком-то экономическом кризисе или о финансовом кризисе, о втором витке там. Ну, мне представляется, что вопрос не только в этом. Сейчас страна впадает, ползает. Системный кризис очень похожий на то, что было в начале 90-х, в конце 80-х, в начале 90-х годов. И в таких условиях уж правительство должно быть несколько иным. Поэтому не желание дальше работать с президентом, с нынешним действующим премьером, а объективное положение вещей требует другого правительства. Поговорим о наследии Владислава Суркова. Он автор вот этой политики суверенной демократии. Как вообще ее оцениваете? Он автор очень многих вещей. И суверенной демократии, и управляемой перед этим была демократия. То, что демократии у нас нет, я думаю, очевидно даже людям, которые не совсем четко представляют весь смысл этого слова. Выборы у нас нечистые, сплошная грязь. Что федеральные выборы, что региональные выборы. Коррупция произрастает снизу. Любые попытки как-то ее придавить наверху ничем не заканчивается. Поэтому демократия, та, которую выстроил Сурков, она именно в этом и заключается. Она заключается в том, что выстраивая такую управляемую, суверенную демократию, называть это можно как угодно, выстраивая вертикаль власти, вырастили вот это коррупционное древо с корнями укорененными в самые низовые властные структуры. И сейчас, в отличие от прошлых лет, ситуация уже сложилась такова, что именно власть коррумпирует бизнес. Если раньше было наоборот, в те же 90-е годы, бизнес, чтобы решать какие-то проблемы, шел в власть и говорит, власть, дай тебе денег, делай мне вот это. То теперь обратная ситуация. Вот что самое ужасное. Власть, которая коррумпирует собственный бизнес, она не подконтрольна никому. Поэтому та демократия, которую выстроил Сурков, она этого слова вообще никакого отношения не имеет. Это коррупционная система, которая работает сама на себя, сама себя обеспечивает. Вся страна поделена на участки и чиновники. Кажется, участка собирает мзду, заносит наверх и так далее. Вот что мы видим. Другая сторона этой суверенной демократии это фальсификация выборов. Конечно. И уже в декабре 2011 года стало ясно, что народ вышел на акции массового такого протеста и что с этой суверенной демократией фактически покончил. И говорят, что уже тогда он стал не нужен Кремлю. Я думаю, что человек творческий. Творческие люди, конечно, во власти нужны. В данном случае, опять-таки, оговорюсь, мы не говорим не о том, что Сурков сделал, какую систему власти построил, а тот стиль работы, как он свою работу делал. Он очень много встречался с экспертами, в том числе и достаточно оппозиционными. Я сам был пару раз на его совещаниях. Но, тем не менее, было ясно, что это человек творческий, и, безусловно, его дураком назвать нельзя. Выбор, если говорить на последний конфликт, силовики в лице Следственного комитета и Суркова. Выбор президента. Он бы мог попросить Суркова остаться, конечно. И, наверное, бы Сурков согласился, если бы ему так настойчиво предложили не уходить. Но выбор президента в пользу вот этой ментовской дубины, отказавшись от человека, который хоть что-то соображает своими мозгами. Это тоже о многом говорит. Президент выбрал силовиков. Да, вот когда мы говорим о Суркове, конечно же, не откажем мы ни в уме, ни в каком-то творческом подходе даже к таким бюрократическим вещам, как управление в нашей стране. А что приходит на смену? На смену приходит, скажем, Володин или Бастрыкин со Следственным комитетом, которые действуют прямолинейно, грубо. Получается, что сейчас именно такая стилистика во власти востребована? Да, безусловно. Сурков был игрок. Опытный, ловкий. В общем-то, понимал расклады, представлял себе те невидимые ниточки, а ему они были видимы, за которые надо дергать, дабы вся система более-менее функционировала. Он один из авторов идеи создания вот этой партии под названием «Едийная Россия». На первом этапе же было «Единство», «Отечество Россия». Потом их заставили слиться в экстазе. Были враждующие, конкурирующие организации. То есть он погасил вот этот региональный сепаратизм, которого на самом деле в таком виде, которым говорят, что чуть ли не сторона у нас сыпала из конца 90-х. Этого не было. Но, тем не менее, свел федеральные элиты и региональные, заставив их жить всех в одной структуре. Володин, если говорить о нем, люди, которые его знают достаточно давно, и очень хорошо его знают. Еще по Саратову, в его пытнице, по-моему, вице-губернатор Муаяцкого, они говорят о том, что он хороший исполнитель, безусловно, но внутренняя политика – это не только исполнение. Это еще и некие идеи должны быть, которые надо реализовывать. Здесь действительно будет грубая сила. В России есть прокуратура, суды, Следственный комитет, не говоря уже о нашей доблестной полиции. Все в их руках. Но вот эта наивность, она просто поражает. Уже не испугаешь. Джин, который выпущен из бутылки, бутылку назад никогда не будет загнана, поэтому страх, который исчезает у людей, его никогда не вернуть назад. Наиболее активные и грамотные люди, они, в общем-то, как были оппозиционными, так и остаются, и высказывают открыто. Последнее шествие, не шествие, митинг на Болотной в этом году, 6 мая, это продемонстрировало. Было достаточно много людей, которые, в общем-то, пришли туда не для уж, чтобы слушать этих лидеров оппозиции, а пришли потому, чтобы показать, мы здесь, мы власть, ты нас пугаешь, а мы тебя не боимся. Соглашусь с тем, что после добровольной или вынужденной отставки Суркова у нас начинает преобладать во внутренней политике, в государственной политике достаточно грубые методы, достаточно грубые методы, которым, кстати, всегда можно было, за этим грубым методом можно было видеть тех, кто стоял во главе единой России, тот же Володин. Сейчас у него иная ситуация. Ну, это саратовский паренек, он или саратовский деятель, он той, даже той тонкостью, которая была у Суркова, да, он, конечно, не обладает. И это, и это совершенно закономерно может вызвать усиление, на самом деле, этих протестных настроений. К сожалению, власть действительно не делает выводы, и продолжается политика такого силового давления, в том числе и на примере Алексея Навального, на которого завели уже несколько уголовных дел, и вот сейчас суд там по одному из них в Кирове проходит. Как вы считаете, все-таки власть решится на то, чтобы в открытую сажать оппозиционеров? Я думаю, да. И судя по Навальному, мне очень жаль и горько об этом говорить, но, наверное, решение принято о том, чтобы его посадить, неважно по какому уголовному делу. Некоторые вещи, я не знаю деталей, там, Киров леса, того же, то, что сейчас рассматривается, но прошло-то сколько лет. Если бы представить себе, вот Алексей Навальный, он, да, адвокат, но он бы был общественным деятелем, он бы хвалил бы Путина, действующий режим. Было бы это дело по Киров лесу? Наверное, нет. Наверное, никто бы не вспомнил про Киров лес, и, может быть, Алексей Навальный сидел бы сейчас в общественной палате, экспертировал бы законопроекты, связанные там какими-то юридическими вещами. Нет. Значит, человек не подходит по политическим мотивам. Поэтому то, что его посадят, к сожалению, очень вероятно, на мой взгляд. Но тем самым они, власть в данном случае, кует из Навального символ, Ходорковский символ, после второго дела. Второе дело Ходорковского превратило его в политическую жертву. У Навального это с первого дела получится. Поэтому, когда подобного рода символичные фигуры возникают при помощи бестолковых действий власти, это лишний город говорит о том, что, видимо, власть только либо совсем неадекватна и не понимает суть происходящих вещей в своей стране и в обществе, либо она просто уже запуталась, не знает, что делать. Но Алексей Навальный обладает определенными задатками, вполне достаточным для того, чтобы стать не просто лидером оппозиции, а быть очень реальным кандидатом в борьбе за власть. А если его посадят там на какие-то, на какой-то срок, то это вероятность только усиливается. Так вот, некоторые эксперты считают, что, может быть, это и лучше даже для оппозиции, что вместо Суркова с его изворотливостью, способностью договариваться, пришли люди, которые действуют грубо, силовым способом. И тем самым они просто консолидируют оппозицию и в будущем, возможно, перемены именно в этом случае. На мой взгляд, чем власть сейчас больше понаделает глупостей, главное, чтобы эти глупости не несли угрозу для суверенитета нашей страны. Вот эти глупости опасны. А чем больше она наделает глупостей подобного рода, то тем все большее количество людей увидит то, что эта власть неадекватна. Поэтому, когда подобного рода вещи происходят, ну, наверное, хочется, ну, сделай еще одну глупость, быстрее уйдете. Вопрос в другом, как этот будет уход осуществляться, насколько власть пойдет на то, чтобы от точечных репрессий перейти уже к массовым, вот это большой вопрос. И тут, конечно же, загнанная сильная власть, она сильна тем, потому, что у нее много инструментов, не столько поддержкой в обществе. Она тоже становится опасной. Чего они могут наворотить в своем неадеквате одному Богу известно. Чего бы не хотелось. Даже противники Владислава Суркова не отказывают ему в изоворотливом уме и способностях к выстраиванию сложнейших политических комбинаций. Владислав Сурков запомнится как креативный технолог эстета-сиборит. Он учился когда-то на Решевском факультете, писал стихи. К нему намертво приклеилось к клише серый кардинал Кремля. Был ли он таковым на самом деле, или это только очередной миф, который он сам же и культивировал? Это вопрос. Но уже сейчас по поводу этой отставки можно произвести еще одно журналистское клише. С уходом Суркова уходит целая эпоха. Эпоха сложных многоходовок, тонких манипуляций, политической игры. Нынешнее окружение Путина предпочитает силовые методы, такие как разгон митингов и маршей, лишение депутатских мандатов, судебное преследование. И эта прямолинейность, отсутствие политической гибкости и умение договариваться с оппонентами, возможно, быстрее приведет к сплочению оппозиции и откроет дорогу к реальным демократическим переменам в стране. На этом все. До новых встреч в программе «Диалог». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова